Приветствую всех, кто сейчас смотрит видео. В этом видео пойдет рассказ об отеле, который находится в Шарм-эль-Шейхе в египетском городе. Отель называется Dive-in Resort. Это четверочка такая, ну как заявляют, ну как заявлено на всех этих сайтах, что отель четверка. Ну я думаю, что да, действительно четверку отель тянет, отель неплохой. Сейчас зайдем, ознакомимся, в общем все, осмотрим все его как бы плюсы и минусы, чем кормят, чем поят, что вообще в нем происходит в этом отеле. Так, ну в общем да, вот это вот выглядит такой отель, он в общем-то небольшой получается. Это вся его, так сказать, площадь вот эта вот, по периметру он вот такой, ну туда как бы в глубь немножко побольше там расположены вот эти там двухэтажные вот эти домики, где живут. Ну здесь естественно на первом этаже, как это принято, вот с правой стороны торговля бойкая, ну не знаю насколько она бойкая, сейчас время 10 утра, они еще даже не открылись, в принципе, ну всякие сувениры, там часы, чаи, там еще что-то, всякие футболочки, там маски продают, вот с левой стороны как бы супермаркет продают там шампуни, водичка, там мороженого, шоколадки, в общем всякую такую ерунду. Ну естественно цены на порядок выше, чем где-нибудь там в городе купить всю вот эту ерундистику. Ну в общем-то это в каждом отеле. Такое есть, пойдемте внутрь, конечно. Внутри вот сейчас зайдем в лобби, ну как бы единственный минус, что в лобби в общем-то заняться кроме как Wi-Fi, бесплатный Wi-Fi, здесь кроме как заняться Wi-Fi нечем, потому что нет ни бара, ничего в лобби, как обычно это бывает, тут такого нет. Просто лобби, чисто выйти, там включить Wi-Fi, посидеть как бы. Ну вот они, как я уже говорил, справа все еще закрыто. А, ну они только-только, наверное, начинают там. Здесь вот эти всякие расписания какие-то, кто когда уезжает, кто когда приезжает. Здесь, здесь вот, да, обратите внимание, допустим, ну расписание приемов пищи находится. Здесь написано, какие программы происходят, вечерние и вот дневные. Но хочу сказать, что программы вообще, которые здесь написаны, вот эти какой-то водный волейбол, там настольный теннис, акваэробика, там еще что-то, этого в общем-то не бывает, я ни разу не ем. Потом вот эти вот вечерние программы, в общем, взять, допустим, так, четверг, вот четверг, вчера был четверг, было написано, что мисс отель, как бы его, этого шоу не было. Не знаю, с чем это связано. Анимации, в общем-то, здесь никакой. Ну, кому она нужна, эта анимация, я думаю, поедет в другое место. Вот этот вот ресторан, в котором проводится завтрак, обед, ужин, отель, да, работает по системе, все включено. Вот здесь это все происходит. Все эти приемы пищи у меня есть в отдельном видео, чем здесь кормят поэт, все это в отдельном видео, чтобы, как говорится, не занимать эфир. Вот я это записал отдельным роликом. С правой стороны, получается, если пойти туда, направо, давай покажем это. Получается, туда, если нырнуть, будет вот эта фитнес-сауна. Тоже есть отдельный-отдельный репортаж, чтобы времени поменьше было. Все ролики разбиты просто на части. Ну что, вот и все. Буквально, не знаю, секунд 15 заняло все, все вот это мое путешествие. Прогулка по входа, вот, то есть, ну да, от выхода из лобби до вот, до, ну, до середины, до центра, можно сказать, вселенной, вот этой вот территории. Вот здесь вот, с правой стороны, вот этот бар, в котором, в которой работает, он, да, с 10 утра работает, здесь подают напитки разнообразные, тоже, как бы, в видео о еде у меня, как бы, там, ну, все это показано. Здесь бассейн, получается. Пойдем поближе подойдем, покажем его. Получается, начинается он отсюда где-то от 160 и туда дальше, как бы, меньше. Там меньше-меньше глубина, там отделен, как бы, такой-то получается, как лягушатник. Ну, такая вот территория. Сегодня холодно, поэтому на бассейне никого нет. Люди, видимо, все по номерам находятся, потому что, если сходить на обед, зал вообще полон, даже люди там не умещаются, едят как-то какими-то там, ну, частями. Ну, вот, вот вся, как я уже говорил, вся небольшая такая, вся территория вот состоит из таких, из двухэтажных домиков. Вот, в общем-то, такого, как бы, чего-то здесь каких-то, как бывает, там, огромные территории, там, с аквапарками, еще чего-то здесь нет. Отель такой, чисто приехать, там, где-то отдохнуть на бассейне, там, покушать что-нибудь, выпить. Так, пляж здесь можно пойти пешком куда-то в ту сторону, либо три раза в день ходит маршрутка, бесплатная маршрутка, такой микроавтобус, до пляжей. Пляжа, получается, здесь два, да? Нет, всего их, на самом деле, всего их четыре, ну, два, как бы, на два, на бесплатных возят, на два платных, там, по 30, по 30 фунтов. Ну, можно съесть на бесплатные пляжи. Два бесплатных пляжа находятся рядом, пляжи тоже отдельные, отдельное у меня видео будет об этих пляжах. Вот, ну что, пойдемте, наверное, номер посмотрим, так, где бы нам лучше-то пройти. Ну, давай, давай отсюда зайдем. Лучше. Помимо номера здесь, там, ну, два, примерно, два-три вида номеров, ну, в общем, обычные, которые я сейчас покажу, там, стандартные комнаты, и есть такие вот, какие-то семейные номера, они состоят из двух комнат, и плюс, там, добавлено еще микроволновка и большой холодильник. Ну, вот, такой, получается, номер на первом этаже, на втором, там, он идентичный, только, получается, как балкончик. Вот, ну, на первом номер выглядит вот так, получается, два входа, это, как бы, вход с балкона. Оп, заходим. Ну, такой вот интересный номерок. Такая кровать, получается, не кровать, здесь две кровати, они стояли, стояли порознь, и между ними тумбочка была. Вот, мы сдвинули кровать, потому что, так как я сплю вместе со своим оператором, вот, не думайте, конечно, что я гей-оператор, у меня женщина, так что, вот, мы сдвинули кровать, потому что на одной кровати спать было неудобно. Вот, ну, что, здесь телевизор, кстати, два русских канала, есть, конечно, ну, такие, целый день, что-то болтологией там занимается, ну, и все равно, два русских канала, есть, что посмотреть. Дают водичку постоянно, как по две бутылки в день, там, ну, можно взять борщ, мы сегодня берем, там, несколько штук. Чайник здесь есть, кофе, чаек, что еще, ну, в общем, такой стандартный номер, холодильничек, сейф есть, ну, как бы, система вот этого кондиционирования, там, вентиляции, не знаю, вот такой, здесь получается, туалетная комната, состоящая из унитаза, умывальника, и здесь не душевая кабина, здесь ванна, такая ванна с душем, в общем-то, ничего, ничего такого удивительного. Так, ну, теперь, наверное, мы, так, ну, и, в общем-то, шкаф такой для одежды, и вот второй выход. Второй выход, вот, вся территория этого отеля. Теперь, наверное, я бы предложил подняться на третий этаж. Получается, перешел, как бы, к соседнему корпусу, здесь есть подъем на третий, сейчас посмотрим. Не знаю, почему не сделали они в том здании такое. Здесь, конечно, полнейшая разруха, все, все, как бы, это, ну, в общем, как мамой прошелся, как говорится. Ну, зачем зашел, чтобы сверху окинуть территорию отеля. Так, ну, вот, в общем, можно увидеть, как бы, так сказать, во всей красе территорию, и увидеть ее размеры, масштабы. Получается, вот, все, как бы, все ограничивается вот этими зданиями. Сзади здания узкая дорожка, и забор уже ничего нету. Вот видны бассейны, большой, как бы, взрослый, и там тот детский маленький. Вот эти здания, вот это справа, это здесь такие большие двухкомнатные номера, как я говорил, фамильные уже, семейные. Там показывать я его не буду, все то же самое, та же самая обстановка, такой же вид, только там две комнаты, и микроволновка, и большой холодильник. Вот есть фонтанчик. Сегодня денек такой непогожий, прохладненький, даже пришлось кофту надеть. Это не у нас на Филиппинах, вот, у нас даже ночью теплее намного. Так, вот, ну, в общем, как я уже говорил, что отель неплохой, четверочка, кормят хорошо, есть собственный пляж, с бесплатными лежаками. Что еще? Ходит трансфер до пляжа, дойти, если то, наверное, минут 15. 10, может быть, пешочком. Место такое неплохое, так что будете смело где-то увидеться там от туроператоров, или сами там, dive-in resort, отель довольно-таки неплохой. Да, если вы снимаете номер самостоятельно, то это порядка, ну, вот, если брать все включено, то порядка там тысяч рублей на человека в сутки. Ну, образно говоря, если вы берете неделю, то вам где-то обойдется примерно где-то в тысячи... А, подожди, а, ну да, как бы две тысячи на двоих, там где-то, где-то в порядке 14 тысяч на неделю этот отель обойдется. Если, ну, это без перелета, я имею в виду, если снимать самостоятельно где-то на каких-то букингах, там еще что-то. Все, всем хорошего отдыха! Субтитры сделал DimaTorzok